Эта программа спонсируется друзьями и партнерами Kingdom Connection. На прошлой неделе в программе «Путь в Царство Божие». Не нужно ждать, чтобы начать думать о Господе. Он постоянно в ваших мыслях. Вы на 100% чисты, если вы живете изнутри. Оставайтесь с нами и смотрите вторую часть серии «Как жить изнутри». Прошлое воскресенье я начал проповедь, которую хочу сегодня продолжить. Я не знаю, когда я закончу, но я просто чувствую в своем сердце необходимость, чтобы мы жили изнутри. Жить изнутри означает, что то, что Бог сотворил внутри нас, начинает проявляться и касаться заблудшего и погибшего мира. Я размышлял о том, как в 1 Книге Царств, главе 16, сказано, что человек смотрит на внешность, а Бог смотрит на то, что внутри. Бог смотрит прямо в сердце человека. И мне хотелось бы продолжить наш разговор о том, как жить изнутри. Конкретно сегодня я хотел бы почитать проповедь на тему, как открыто заявлять о себе. О том, как заявить о себе, заявить открыто, не важно, кто бы вы ни были. Я думаю, что мир тоже пытается чему-то учить церковь. Я думаю, что греховность пытается учить мир. Среди тех, кто ведет альтернативный образ жизни, а именно среди геев, есть выражение, означающее «публично раскрыть о своей сексуальной ориентации». То есть кто-то втайне ото всех вел определенный образ жизни, но потом вышел из тени и всем рассказал, кто он и что из себя представляет. Важно открыто заявлять о себе, потому что пока вы что-то скрываете, пока ваша жизнь носит скрытый частный характер и все, что происходит с вами, находится за закрытыми дверями, не оказывает никакого влияния на культуру. Это не повлияет на детей, это не повлияет на следующие поколения, это не повлияет на умы людей. Но что мир действительно понимает, это когда люди открыто заявляют о себе, когда люди публично рассказывают о своих наклонностях, это влияет на культуру, это начинает менять культуру. Я сейчас прошу о том, чтобы мы извлекли из этого урок и поняли, что пока церковь будет скрыта за дверями, мы не сможем изменить культуру, мы не изменим нацию, мы никого не сможем изменить. Но это произойдет, когда мы начнем открыто заявлять о себе, когда мы смело начнем говорить, что не стыдимся Евангелия Иисуса Христа, что этот мир заблудший и гибнущий, что мы не можем позволить себе ходить в церковь и быть христианами только лишь один воскресный час. Нам нужно выйти из тени, нужно осознать, что это способствует изменениям. Сейчас мир находится в не лучшем состоянии, Иисус снова приходит, а мы должны быть светом в этом греховном мире, мы должны выйти из темноты, мы должны показать свет и дать свет тем, кто пребывает в темноте. Сегодня я размышлял, почему мы препятствуем работе Господа в нас, почему мы так нерешительны в том, чтобы позволить Ему открыть двери и дать нам выйти из тьмы. Я полагаю, что одна из причин кроется в том, что когда двери открываются, то все нежелательные секреты и тайны становятся явными. Есть выражение «скелет в шкафу». У христиан в шкафу находятся скелеты осуждения, но осуждение и уверенность не могут существовать вместе. Если вас переполняют чувства вины, то у вас не будет уверенности, чтобы стать свидетелем и светом для Иисуса Христа. Когда у себя вы видите скелет старого человека, вы смотрите на него, видите его ноги, и самое неприятное то, что эти ноги ступали на землю, на которую не должны были ступать. И все из нас были там, где не должны были быть. Вы не должны были ходить туда. Вам не следовало идти туда сгоряча. Не нужно было появляться там мысленно, в своих желаниях. Физически ваши ноги не должны были ступать на ту землю. Но наши ноги не оторваны от всего тела, они с ним связаны. Были времена, когда мне не следовало защищать то, что правильно. Отстаивать свою точку зрения и сказать «нет греху, нет похоти, нет злости, нет злу». Но я этого не сделал. И теперь, когда я смотрю на этот свой скелет, я вспоминаю времена, когда я не мог отстоять свою точку зрения и способствовал тому, что мои ноги привели меня туда, где мне не следовало быть. Я вижу позвоночник моего скелета и вспоминаю времена, когда вместо хребта у меня была некая бесформенная опора. Мне было стыдно. Я не защитил Иисуса. Я вижу эти руки, они могли достигнуть большего. Я мог протянуть их и выступить за свидетельство Господа. Из-за всего этого меня можно осуждать. Но еще больше меня можно осудить, если посмотреть на череп моего скелета, на голову. Я не могу отвечать за других, но самые большие битвы происходили не с дьяволом. Это были битвы в моей голове. Это была битва с моими собственными мыслями. Если я смогу получить обновленный контролируемый разум и мысли, я знаю, я смогу прожить победоносную христианскую жизнь. Но враг хочет, чтобы в вашей духовной жизни были такие скелеты. И когда они у вас появляются, когда вы видите себя с этой стороны, вы осознаете все свои ошибки. Вот тогда у вас никогда не появится чувство уверенности, чтобы выйти и смело выступить за свидетельство Иисуса Христа. Библия говорит «покаяться в грехах наших». Слово «покаяться» означает признать, сознаться, сознаться в грехах и отказаться от них. И Он, будучи верен и праведен, очистит вас. Другими словами, Он начнет рассекать на части. Ведь если вы оставите грехи при себе, то, как сказано в книге пророка Иезекииля 37-й главе, ветер греха может вновь подуть над этими старыми костями, и внезапно они сблизятся кость с костью. Внезапно появится великое неправедное полчища, полчища сухих костей. Они оживут, и старая сущность появится вновь. Но кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса может избавить нас от тех ног, от всего, что с ними связано, и создать вас заново. Старый человек уходит, и приходит совершенно новый человек. И когда вы сможете выйти из темноты, это значит, что вы справились со своим прошлым. Если искренне верить, Бог не видит моих прошлых ошибок. Бог видит меня как новое создание. Я прощен. Я праведность Божия в Иисусе Христе. Так как во мне больше нет порицания, у меня есть смелость и уверенность сказать людям, что я не идеал. Я просто прощен. Он очистил мое прошлое. Сколько из вас благодарны, что Он справился с тем старым человеком вас? Когда я думаю о церкви, я думаю, что она находится в заперти. О том, что ей нужно выйти наружу. Слово «церковь» на греческом звучит как «экклесия», что означает «вызванные». Нас вызвали, чтобы мы вышли из темноты. Нас вызвали. Святой Дух приходит не для того, чтобы изолировать вас от всего мира. Он приходит, чтобы отделить вас от мира. Изолировать и отделить – это разные вещи. Отделить – это как Ной осмолил смолой свой ковчег. У него было некое вещество, называемое смолой. И оно запечатывало дерево гофер. Другими словами, кровь Иисуса запечатывает вас, чтобы все, что в вас есть, не вылилось наружу. И все, что есть в мире, не влилось к вам внутрь. В этом сила крови Иисуса Христа. Это говорит, что Он поставил на вас печать, и вы ее не потеряете. И все, что вне этой печати, не сможет осквернить вас, если вы покрыты и защищены кровью Иисуса Христа. Я полагаю, многие не осознают всю силу того, когда начинают тормошить нашу жизнь изнутри, и когда церковь начинает выходить из тени. По моей просьбе, все, кто заходил сюда, получал фасоль. У кого из вас есть фасоль? Дайте я посмотрю. Покажите мне вашу фасоль. Держите ее. Если у вас нет фасоли, нужно, чтобы вам ее дали. Возьмите фасоль в руку. У кого есть фасоль? Покажите ее. Покажите ее мне. Вот что я хочу, чтобы вы сделали с этой фасолью. Я хочу, чтобы вы взяли фасоль и положили ее внутрь вашей обуви. Возможно, вам придется снять обувь, но положите фасоль прямо внутрь обуви. Я, пока проповедую, сделаю то же самое. На мне ботинки, и я кладу фасоль прямо внутрь. Это досаждает, не правда ли? Вот фасоль уже оказалась внутри моего ботинка. Я сейчас говорю, и я чувствую ее. Вот она уже оказалась в другом месте. Я не знаю, как это могло так быстро произойти. Все время, когда я проповедую, мне некомфортно. Что же, рассказать вам, что такое бремя? Опишу это на примере двух слов. Дом и колючка. Дом — это уютное место, где вы расслабляетесь, смотрите телевизор, пьете холодный чай, играете в видеоигры и просто проводите время отдыхая. А вот колючка — это то, что прилипает к вам. Знаете, такая мелкая колючая неприятность, которая может к вам прилипнуть. Вы когда-нибудь гуляли в лесу, и к вам цеплялась колючка? Маленькая колючка прилипла к вам. Так вот, бремя — это колючка в вашем доме. Ваш дом — это уютное и удобное место. Но когда появляется колючка, возникает ощущение, что вы на нее сели. Внезапно то, что когда-то было уютным и удобным, уже таковым не является. Когда появляется бремя, то ваше место обитания становится дискомфортным. Периодически вам нравилось быть христианином. Вы получали от этого удовольствие. Но когда я положил фасоль в ваши ботинки, у скольких из вас есть фасоль в ботинке? Покажите мне свои руки. Ну что, теперь вам уже не так комфортно? Давайте же надавите немного, пошевелите ногой. Теперь вас что-то беспокоит. Такое чувство бремени нам необходимо, когда мы что-то теряем. Нам нужно это чувство, когда мы идем в церковь. Ведь если мы не будем внимательны к своим чувствам, мы легко входим в церковь, мы чувствуем себя комфортно, ничто вас не беспокоит, вы просто поклоняетесь и молитесь Господу. Но когда с вами происходит что-то по-другому, я не могу ходить как раньше, меня это беспокоит. И когда у вас есть чувство бремени о душах, о которых вы молитесь, это уже не случайность. Когда церковь несет бремя о неспасенных душах, мы не можем просто прийти сюда и сидеть, лишенные внутреннего огня. Мы понимаем, что молитва есть часть евангелизма. Мы понимаем, что все, что мы делаем, должно иметь бремя, чтобы мы чувствовали себя некомфортно. Мы не должны просто приходить в церковь и оставаться безучастными. В этой комнате есть люди, которые умрут и попадут в ад, если они не получат спасения. И я хочу, чтобы это бремя было. Я хочу выйти из тьмы и сказать, Господи, дай ношу этому заблудшему и погибающему миру. О Господи, помоги нам выйти из нашего уютного жилища с чувством бремени. Я размышлял о том, сколько раз мы бываем похожи на светящиеся неоновые лампочки. Внутри нас есть какая-то сила. Иисус сказал, что мы свет мира. Но у лампочки есть особенность. Она никогда не загорится, если с ней что-то не в порядке. Если вы хотите получить свет от нее, то ее нужно включить. И когда вы ее включили, она начинает светить. Некоторые из вас не понимают, почему Бог сгибает вас под тяжестью бед и ломает вас. Но ведь именно тогда вы и начинаете выходить из темноты. И люди уже видят вас через ваши страдания, через ваши слезы. Они видят, что и вы прошли через то, что испытали они. И вот из ваших бед и страданий они начинают видеть свет мира. Они видят Иисуса в вашей боли. Они видят Иисуса в ваших бедах. Они видят Иисуса даже в ваших страданиях. Мы должны быть Его светом. И Он не может зажечь свой свет, пока мы не будем сломлены. Он сломил нас и создал нас такими, какими Он хотел нас видеть. В Послании к Колоссянам 1 главе говорится, что Иисус – глава церкви. А церковь – это тело Христа. Когда церковь умирает, то мертвая церковь символизирует мертвое тело Христа. И когда церковь мертва, когда мы становимся мертвым телом Христа, что мы делаем? Мы просто возвращаем тело обратно в могилу, прячем его в темноту. Иисус вышел из темноты, когда на третий день воскрес. И Он не хочет, чтобы церковь была мертва, представляя собой мертвое тело Христа, которое находится в могиле. Ведь в Его воскрешенном теле не было препятствий, которые могли остановить Его. Он прошел сквозь двери и стены. И когда мы сами станем воскресшим телом, мы также выйдем из темноты. И не будет стен, которые враг воздвигнул, чтобы помешать нам влиять на жизни людей. Если церковь – это тело, тогда пора вам испытать жизнь вне тела. В Деяниях 3 главе был исцелен хромой мужчина. Что меня поражает, в Библии сказано, «И вскочив, встал и начал ходить». Уловите это слово. «И вошел с ними в храм, ходя, искачая и хваля Бога». Но мы понимаем это иначе. Мы думаем, что от нас ждут, что мы придем в церковь полумертвые, еле волоча ноги, зайдем, упадем на скамью и будем ждать, что нас расшевелят, споют и вернут к жизни. На самом деле, нам не очень хочется здесь находиться, но мы здесь, и вы должны быть счастливы от того, что я здесь. К тому моменту, когда начнется молитва, возможно, может быть, мы даже встанем, и может быть, мы пойдем, и может быть, вы вынудите меня все-таки помолиться Богу. Но обратите внимание, в этом случае у нас очень много внешнего, и мы приносим это внешнее внутрь. Мы входим в храм, хромая и восхваляя Бога. Аллилуйя! Слава Богу! Почему мы это делаем? Потому что мы испытали что-то вне храма, и это заставило нас ликовать внутри храма. Сегодня не все слышат меня. Вне этого места должно происходить больше всего, чем здесь. Мы должны просто прийти сюда и прославлять то, что Бог сотворил вне этих стен. Некоторые из вас возразят, я не чувствую себя поклоняющимся. Я не чувствую, что мне хочется молиться. Но послушайте, у меня есть то, что будет вести вас. Почувствуйте это. Вы можете это почувствовать. Не нужно, чтобы вы чувствовали себя ведомым. Вы должны быть ведомыми. Именно этим я и занимаюсь. Я веду вас в поклонении. Это делают все, кто молятся. Они ведут вас в богослужении. Так происходит неважно, чувствуете вы это или нет. Просто следуйте за тем, кто ведет вас, и вы это почувствуете. Но нам нужно выйти из темноты, а точнее из горницы. Церковь есть, и у церкви есть откровение. Мы не принадлежим этой горнице. Впервые слово горница встречается в Писании в книге Иаиль во 2 главе с 15 стиха. Во струбите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание. Пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Но вот что удивительно. Если невеста никогда не выйдет из своей горницы. Если церковь перестанет быть уединенной. Если подростки начнут свидетельствовать. Если родители и бизнесмены начнут выходить из горницы. Если они будут выступать за свидетельство Иисуса. Если они позволят Ему сломить и согнуть их. Пока их гордость не пропадет и свет не начнет сиять. И им будет все равно, что о них думают другие. Именно это сотворил со мной Господь, когда я был подростком. Бог начал сгибать меня и ломать. В старших классах я решил выйти из горницы. Я образовал небольшую музыкальную группу. Играл на школьном собрании. И Дух Господа пришел в это место. Я стал свидетелем. В церкви мы, молодые люди, занимали два ряда. Но пока, как подросток, я оставался в горнице. Возможно, кто-то посмеется надо мной. Я так переживал, что я ребенок служителя. Если ты ребенок священника, то на тебя обращают слишком много внимания. Пока враг держал меня в горнице, он держал меня в горнице со всеми моими скелетами. Но когда, наконец, меня наполнил Святой Дух, я пересек рубеж. Я пересек этот мост. И мне было не важно, что думают обо мне люди. Я стал смелым, чтобы быть с Господом. Я даже начал носить Библию с собой в школу. Я ничего не придумываю. Я читал Библию и соблюдал пост во время обеда. Именно тогда я и начал поститься. Я постился во время обеда. Поэтому я спускался к школе. Там был небольшой мостик, по которому ходили футболисты. А я садился под мостом на небольшой площадке. Я сидел там со своей Библией и читал ее. И я просто говорил, Господи, ты нужен мне еще больше. Все ученики идут в ад. Все мои друзья не сходят в ад. Господи, я просто не могу оставаться скрытым христианином. Господи, если никто не может привести их к Богу, тогда я не знаю, кто это может сделать. И я стал свидетельствовать. Я склонил на свою сторону своего лучшего друга. Его звали Роб. Он пришел в воскресенье утром. Он был спасен. Пресвятый Рианец. Он никогда не был рожден свыше. Но он родился свыше. И его семья была спасена. А затем и другие люди были спасены. Я вышел из горницы еще до того, как узнал об этом. Но и другие тоже вышли из горницы. Было вполне нормально являться христианином. Это случилось еще до того, как мы это узнали. Быть христианином было приемлемо. Как я хочу, чтобы над кем-либо лежало бремя. Чтобы он мог сказать, что не может позволить своим друзьям попасть в ад, не сказав им про Иисуса. И что он значит для него. Об этом говорится в стихе 29 чуть позже, когда невеста выходит из горницы и будет после того «излию от духа моего». Другими словами, поколение, которое выходит из горницы, станет поколением, которое выполнит пророчество Иоиля. Если когда-нибудь он приведет невесту в церковь, которая выйдет из горницы и не будет стыдиться того, кто есть Иисус. И не будет стыдиться того, что это правильно. Это правильно. Я девственна. И я не стыжусь этого. Как я говорил вам на прошлой неделе, просто не обращайте внимания, когда ваши друзья будут смеяться над вами и говорить «ты девственница, ты девственница». Просто скажите, я смогу стать такой же, как вы в любой день, но вы никогда снова не сможете стать такой же, как я. Нет, я не хожу на вечеринки. Нет, мне не нужно пива, чтобы хорошо проводить время. Я знаю, кто такой Господь. И я знаю, что Он спланировал мою жизнь. И я буду жить изнутри. На прошлой неделе я упоминал, что если вы вывернете футболку наизнанку, то будет виден ярлык. А ярлык символизирует таланты и ваш дар. Когда вы начинаете жить изнутри, все таланты и дар, которыми наградил вас Бог, окажутся снаружи. И люди смогут увидеть, что вы отличаетесь от других. У вас есть что-то необычное. Я знаю, все, что я проповедую, правда. И не только это. Они увидят, кто создал вас. Имя производителя. Будь то Томми Хилфигер или кто-то еще. Имя будет видно всем, когда оно снаружи. Когда снаружи виден ярлык. Таланты, дар, имя. Создатель получает славу. Я хочу, чтобы с нами были учащиеся колледжи. Я хочу, чтобы с нами были учащиеся школы. Я хочу, чтобы с нами были мужчины и женщины, бизнесмены, которые показали бы все свои таланты, данные Господом. И люди их увидели. Но они не прославляли бы вас. Они стали бы прославлять вашего Создателя. Это и есть выход из горницы. Встаньте все, кто в этом здании. Вознесите руки к небесам. Просто поднимите их к небесам. Я хочу, чтобы каждый при звуке моего голоса сказал, «Джентльзен, я хочу быть особенным христианином. Я хочу выйти. Я хочу лишиться стыда и стать смелым в отношениях с Иисусом Христом». Может быть, вы из колледжа. Может быть, вы учитесь в школе. Может быть, вы бизнесмен. Но вы готовы и смелы для принятия силы. Я не говорю о грубости и фанатизме. Я говорю, что в любой момент Господу нужен кто-то, кто бы свидетельствовал, потому что среди вас могут оказаться те, кто связаны. Он может положиться на вас. Если вы приняли мое слово о даре и талантах и призыве Господа, встаньте со своих мест и встаньте за ними. Просто ощутите, что Бог собирается изменить ваши жизни сегодня. Вам не нужно выходить наперед. Но если Он говорит с вами, вам нужно открыть то, что внутри. Придите и покажите это Богу. Все, кто в этой комнате, все, кто в этой комнате, произнесите эту молитву. «Господи Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь. Я принимаю бремя Господа быть светом погибающего мира. Омой меня в Твоей святой крови. Очисти меня. Ты истекал кровью, чтобы я мог жить изнутри. Прости меня. Омой меня. Очисти меня. Возьми мои таланты. Возьми мой дар. Выверни их наружу. Позволь моему Создателю быть прославленным. Господи, я Твой. Я буду Твоим светом. Я буду Твоим светом. Я хочу освящать христианство. Сломи меня. Согни меня. И позволь моему свету освящать всех, кто ищет истину. Во имя Иисуса Христа я прощен. Я рожден свыше. Прошлое позади. Моя горница чиста. Я новое создание. Скелеты прошлого ушли. Поднимите руки и помолитесь Господу. Поднимите руки и помолитесь Господу. Все, кто стоит в проходах. Вознесите руки к небесам и отдайте свой дар Богу. Отдайте свои таланты Богу. Отдайте Богу все, что есть в вас. Музыку. Мечту. Способность писать, общаться. Что бы то ни было. Отдавайте Ему. Отдавайте Ему. Вот мой талант. Вынеси Его из горницы. Господи. Дай мне мой шанс. Дай мне возможность быть светом в этом темном мире. Пойте. Пойте. Пойте изнутри. Эта программа была создана для вас друзьями и партнерами Gentizen Franklin Ministers. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт gentizenfranklin.org для вас. Спасибо за просмотр!